В городском исполнительном комитете в расширенном формате были рассмотрены итоги социально-экономического развития города. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович встретилась с учениками и педагогами 13-й школы. На этой неделе город Барановичи посетила делегация из Краснодарского края. В Барановичском и городском исполнительном комитете чествовали лучших спортсменов по результатам за 2016 год. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». И начнем с официальной информации. Итоги социально-экономического развития Барановичей и исполнения бюджета за 2016 год были подведены на расширенном заседании городского исполнительного комитета. В совещании принял участие заместитель губернатора Брещины Виктор Саковский. Анализируя работу предприятий и производству, первый заместитель председателя грузполкома Наталья Федорова отметила, что городом выполнено 10 прогнозных показателей из 14 доведенных. Прошлый год был сложным для экономики страны и нашего города в частности. И в этих непростых условиях работы из 14 доведенных показателей было выполнено 10. Не справились с заданием по экспорту услуг без предприятий республиканской подчиненности, по прямым иностранным инвестициям, розничному товарообороту и подрядным работам. В областном рейтинге по итогам ушедшего года Барановичи, несмотря ни на что, оказались лучшими среди городов. А среди городов и районов Брещины заняли достойную вторую позицию после Жабенковского района. Да, безусловно, выполнили мы прогнозные показатели благодаря работе ряда и большинства предприятий, промышленности, организаций. Стабильно работали 558-й авиаремонтный завод. Приятно смотреть и осознавать то, что происходит на предприятии, как ставит сегодня задачу руководителя, как ставит сегодня задачу председателя военно-промышленного комитета. Это предприятие на самом деле сегодня лидер, они будут лидером в 2017 году. И вместе с тем руководство ставит задачу уже смотреть на и среднюю перспективу, и дальнюю перспективу. Достойно работает уже несколько лет подряд и устойчиво. И станкостроительный завод «Атланк» тоже внесли незначимый вклад в развитие нашего города. Автоагрегатный завод тоже самое вышел на устойчивую работу к концу ушедшего года 2016-го. Молочный комбинат, комбинат хлебопродуктов и ряд других предприятий, которые работают устойчиво. Но мы, конечно, сегодня должны сказать этим руководителям и коллективам спасибо, но тем не менее мы должны посмотреть сегодня, где же у нас узкие места, которые надо расшивать и заниматься. И это наши точки роста. Рентабельность продаж составила 14,5%, что на 5,3% выше результаты 2015 года. Промышленность перешагнула планку этого показателя на отметке 19,5%. В области этот показатель – 10. Между тем, стоит отметить предприятия, которые не только не показали вложения в экономику, но и существенно просели в своей работе по итогам прошлого года. Если в начале 2016-го года отрицательный финансовый результат показали 43 предприятия и организации, то к концу года таких осталось 26. Из этих 26 более половины приходится на предприятия стройиндустрии и строительства. С убытками прошлый год закрыли 12 предприятий промышленности, 8 строительства, по 3 торговли и сферы услуг. Это и завод станка принадлежностей, это и завод автоматических линий, это завод санэлектрозаготовок, которые не обеспечили погоду выход на полную занятость. У них до сих пор неполная рабочая неделя. Люди находятся в отпусках по инициативе внимательных. Вот, наверное, вот этим вопросом мы сегодня должны удивить особое внимание. Несмотря на то, что на 60% сократились убытки и на предприятиях коммунальной собственности, тревогу в местной власти вызывает работа пяти предприятий. Управлением и отделом, в чем подчинение находится данное предприятие, необходимо обратить внимание на те негативные тенденции, которые имеются по этим предприятиям. Как подчеркнула в своем докладе заместитель председателя грузполкома Наталья Федорова, в 2016-м удалось улучшить практически все показатели, кроме розничного товара оборота. Причина этому – уменьшение покупательской способности ввиду снижения реальных доходов населения на 4%, отметила Наталья Николаевна. Эта тенденция сохранялась в целом и по области, и по республике, и связана она в первую очередь со снижением покупательской способности населения. Реальный заработной платы в течение прошлого года снизилась на 4%. Заметно, конечно, сказалось на снижении товара оборота, это снижение покупателей, продаж на рынках города и в крупных торговых сетях, таких как Еврооб, Златка, Дружба, Рос, где выполнение розничного товара оборота было меньше 90%. И особенно заметно эта тенденция по ухудшению, сказалось, 3-м и 4-м фактам. При том, что количество покупателей в магазинах не сократилось, оно осталось тем же, но сумма покупок одного чека сократилась. Особое внимание на расширенном заседании горосполкома было уделено инвестиционным проектам в основной капитал Барановичи. В прошлом году было привлечено 185,3 миллиона рублей. Из них иностранные инвестиции за счет всех источников составили 8,5 миллиона рублей. А прямые иностранные инвестиции – 759 тысяч долларов от продажи комбината пищевых продуктов. Среди привлекательных инвестиционных проектов, которые предполагается реализовать в Барановичах, Наталья Федорова назвала строительство станции скорой и неотложной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства. Среди приоритетных направлений для руководителей была поставлена задача выхода на полную загрузку мощностей своих предприятий и полную занятость работников и, соответственно, достойную заработную плату. При этом заместитель председателя отметила, что работодатели при формировании штата должны смотреть и на возрастной ценз и делать ставку на трудоспособную молодежь. Наталья Федорова отметила, что на данный момент в городе трудится 2000 человек в возрасте 65 лет и старше. Увеличение доходов и оптимизация затрат и убытков – таковы основные задачи на наступивший 2017 год. При этом внимание руководителей было обращено на то, что оптимизация предусматривает не только и не столько упорядочение численности работающих, сколько разумное, эффективное хозяйствование во всем. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович встретилась с учениками и педагогами 13-й школы, где рассказала о работе Национального собрания, обсудила с педагогами новую редакцию Кодекса Республики Беларусь об образовании. Учащихся средней школы номер 13 Татьяна Романовна познакомила с работой Палаты представителей Национального собрания, объяснила задачи постоянных парламентских комиссий. Встреча именно в школе 13 стала не случайной. Одной из особенностей этой школы заключается в том, что она первопроходит в области инклюзивного образования, теорию которого развивает Барановский государственный университет. В школе обучается порядка 80 ребят с ограниченными возможностями вместе со сверстниками, которые проблем со здоровьем не имеют. Все эти вопросы обсуждались во время встречи с депутатом. Состоялась встреча с учащимися в 10-11 классах. Их очень интересовала работа депутата Палаты представителей. Они очень много задавали вопросов и личных, и общественных. И, конечно же, я очень рада еще тому, что я вручила два билета БРСМ молодым будущим комсомольцам, потому что, безусловно, та работа общественная, которая проводится и в данной школе в том числе, я перед этим изучила их альбомы и те мероприятия, которые проходят в течение учебного года. Я хочу сказать, что в данной школе проводится очень огромная воспитательная работа по всем направлениям, и это видно, и это качественно, и это хорошо. И очень спасибо уважаемым педагогам и администрации. И еще не менее важная встреча состоялась с педагогами, где мы обсуждали кодекс об образовании. Вы знаете, что он вынесен на общественное обсуждение. И данная школа очень серьезно включилась в инклюзивное образование. Хотя понятие инклюзивного образования мы только вводим в новой редакции кодекса. А школа 13-я уже очень качественно это выполняет. Каждый школьник имел возможность задать вопрос и услышать развернутый ответ. Ребята интересовались у депутата, что повлияло на выбор ее профессии, отношение к числу 13 и многие другие вопросы. Подобная встреча вызвала интерес у всех школьников. Мы многое узнали о ее жизни, деятельности, о том, какой огромный вклад вносит законодательный орган власти Национального собрания Республики Беларусь. Также мы узнали, сколько Татьяна Романовна приложила усилий для того, чтобы стать депутатом. Якубович Татьяна Романовна очень хороший человек и замечательный депутат. Я надеюсь, что с такими людьми наша страна будет развиваться и процветать. Нам было приятно встретиться с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Якубович Татьяной Романовной. Благодаря этой встрече мы узнали много интересных фактов из жизни этого замечательного человека. Татьяна Романовна рассказала нам о том, как функционирует парламент, а также о своих полномочиях. Мы очень рады, что Татьяна Романовна посетила нашу школу. Предметом обсуждения с педагогами стала новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании. Предполагается, что в июне проект изменения и дополнения в кодекс поступит на рассмотрение в парламент. Сейчас он размещен на сайте Министерства образования Республики Беларусь и доступен каждому гражданину. Депутат предложила профессионалам подумать над тем, что бы они хотели видеть в измененном кодексе, высказать свои соображения по проекту. На этой неделе наш город посетила делегация из Краснодарского края. Российских гостей принимали в городском исполнительном комитете. Это был первый визит представителей Краснодарского края в наш город. 21 февраля впервые город Барановичи посетила делегации из Краснодарского края. Одна из главных целей визита делегации – почтить память уроженца Барановичи и освободителя Геленджика, вице-адмирала, героя Гражданской и Великой Отечественной войны Георгия Холостякова. К слову сказать, Георгий Холостяков – почетный гражданин не только города Барановичи, но и Геленджика. Последние годы Геленджик стал самым популярным курортом на Черноморском побережье Краснодарского края. Город расположен в 25 километрах к юго-востоку от Новороссийска у подножия западной части горного хребта Маркотт на побережье Геленджикской бухты Черного моря. Как сказала депутат городской думы города Геленджик Татьяна Рой, главная миссия их визита – показать, что наши народы рядом, а дружеские связи и отношения по-прежнему крепки. А такие общие герои, как Георгий Холостяков, должны стать символом неразрывной связи между Россией и Беларусью. Мне очень приятно побывать на родине нашего общего героя Георгия Холостякова, память которого жители Геленджика чтят и бережно хранят, потому что мы, жители Геленджика, считаем Георгия Холостякова спасителем нашего города. Ведь благодаря тому, что он принял мудрое решение перебазировать военно-черноморский флот в бухту Геленджика, немцы наш город не заняли. Мало того, успешно прошла операция по высадке десанта, который отправлялся именно с нашей геленджикской земли в Новороссийск. Новороссийск был освобожден, немцы не допущены были к Кавказу. Это большая заслуга вашего земляка, поэтому это наш общий с вами герой. Это общая наша история, общая память. И, конечно, мы должны делать все для того, чтобы эту память сохранить, для того, чтобы наши дети знали, помнили, что в трудные времена белорусы и русские всегда были рядом. Именно благодаря этому мы выстояли в той тяжелой войне. Еще хочу сказать, что в нашем городе в этом году присваивается звание Георгия Холостякова школе номер один. Думаю, было бы очень хорошо, если бы установились дружеские взаимосвязи между школами. Я, со своей стороны, как представитель общественной палаты города, приложу все усилия для того, чтобы наладить эту связь, эту дружбу. И вообще, я думаю, что следует нам, несмотря на то, что наши города совершенно разные, мы город-курорт, вы промышленный город, но, тем не менее, есть точки соприкосновения и есть пути общего взаимодействия. И я думаю, что мы их выстроим. Во время приема официальной делегации председатель Барановского госполкома Юрий Громаковский отметил, что, несмотря на то, что визит носит больше культурный и патриотический характер, он может стать хорошей основой для развития экономического и торгового потенциала двух регионов. После официального приема в госполкоме гости возложили цветы к памятному знаку, установленного в честь Героя Советского Союза Георгия Холостякова. Завершился визит экскурсии в среднюю школу номер 9 имени Георгия Холостякова, где находится музей Героя Советского Союза. Георгий Холостяков родился в семье железнодорожного машиниста. В годы Гражданской войны Холостяков – красноармеец при штабе Курского укрепленного района. В декабре 1921 года Георгий Холостяков добровольцем отправился в комсомольским набором на флот. Осенью 1940 года Георгия Никитича назначили командиром 3-й бригады подводных лодок Черноморского флота. Но уже с середины зимы новоиспеченный капитан 1-го ранга стал начальником отдела подводного плавания флота. Через две недели после начала Великой Отечественной войны капитан 1-го ранга Георгий Холостяков назначен начальником штаба Новороссийской военно-морской базы. В сентябре 1941-го – ее командиром. Корабли и части Новороссийской военно-морской базы вели боевые действия на Черном море, осуществляли и обеспечивали морские перевозки. Холостяков – один из организаторов Героической обороны Новороссийска. 13 декабря 1942 года ему присваивают звание контр-адмирала. В феврале 1943 года Холостяков участвует в организации десантов в районе Южной Озерейки и Устанички, а затем отвечает за снабжение с моря захваченного плацдарма на Малой земле. В 1943 году при непосредственном участии Холостякова было организовано еще два десанта – Новороссийская десантная операция 10-11 сентября и десант у Эльтигейна. С декабря 1944 года Холостяков, командующий Дунайской военной флотилией, во главе ее освобождал Югославию, Венгрию, Австрию, Словакию. Сегодня приехала большая делегация Краснодарского края, смешанная. Был создан фильм, посвященный Георгию Никитичу Холостякову, который стал героем, который его очтут на Кубани. И этот человек объединил память двух регионов. Он почетный гражданин Барановича и почетный гражданин города Геленджик. Никогда еще геленджикская делегация не доезжала до города Барановича. Это происходит впервые. Но на самом деле в Геленджике его чтут как святого. Почему? Потому что в годы войны его решение по принятию перехода Новороссийской Черноморской базы недалеко, вглубь, а именно в бухту Геленджик, спасло Геленджик от оккупации. Это был очень талантливый военачальник, которому благодарен Геленджик. И люди, которые, потомки, которые выжили, родители, которые состоялись, которые воевали в это время, прибыли сегодня для того, чтобы показать фильм, который сняли совместно, вместе с Новороссийской киностудией и белорусами. Мы гордимся белорусам, которые в трудное время спас прекрасный город Геленджик. Очень скоро средняя школа номер один в Геленджике также будет носить имя Георгия Холостякова. И как отметила депутат городской думы города Геленджик Татьяна Рой, дети этих двух школ должны стать достойными наследниками великого героя. На этой неделе в городе чествовали лучших спортсменов по результатам их достижений за 2016 год. Подробности в нашем следующем сюжете. За высокие спортивные достижения, большой вклад в развитие и процветание спорта в Барановичах лучшие спортсмены и тренеры были награждены памятными медалями и почетными грамотами отдела образования, спорта и туризма Барановского госполкома. Минувший год удачно сложился для гимнастов, хоккеистов и борцов. В копилку достижений наши земляки добавили 16 золотых, 20 серебряных, 27 бронзовых наград республиканских соревнований и спартакиад. Два серебра чемпионата мира, золото первенства Европы. Почетная награда Кубок мира, утвержденная Международной Федерацией Гимнастики, досталась мастерам спорта международного класса по акробатике, членам национальной сборной Беларуси, серебряным призером чемпионата 2016 года Маргарите Браташевич и Викторией Михнович. Баранович – это спортивный город, что в Барановиче спорт находится на достаточно высоком уровне. И все это, конечно, наши спортивные результаты умножают славу нашей барановической земли. Но, конечно, спортивные достижения, они сегодня невозможны без современных стадионов, без современных спортивных залов, бассейнов, кортов. Поэтому, на мой взгляд, в нас в городе достаточно широко развита спортивная инфраструктура. Это и Ледовый дворец, и Дом физкультуры, и два стадиона, шесть плавательных бассейнов, 56 спортивных залов. Все достижения и победы подтверждают, что Барановичи – спортивный город. Город, где создана необходимая база для занятий физической культурой и спортом, и где каждый спортсмен с юных лет получает необходимую поддержку. Радует и то, что физическая культура и спорт культивируются на предприятиях, ведь массовая физическая культура – основа здоровой нации. Но перед спортсменами на 2017 год поставлены новые задачи – как можно чаще подниматься на пьедестал и достигать новых вершин. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы обязательно вам расскажем ровно через неделю. Всего вам доброго, до свидания.